здравствуйте уважаемые друзья наши подписчики канала вас приветствую я роман головин канал лабиринты знаний и сегодня долгожданная лекция видео посвящена очистки лимфатической системы я долго думал как ее построить информации очень много информацию не хотелось все в кучу сваливать и начну с наверно самых таких основ в первой части я рассказывал что такое лимфатическая система вот как она работает для чего и нужно держать более менее чистом состоянии что это очень важная система очень забытая система и таким образом нужно ее периодически очищать я говорил сегодня немножко хочу вас направить другое русло смотрите есть определенные знания уже у нас как вы знаете мы достаем прямом непосредственно наших создателей поэтому помимо того что есть медицинские знания есть еще знания которые можно дополнить к этим медицинским знаниям они более глубокие есть два способа как построить свою жизнь первый способ это жить как все и периодически чистить свою лимфатическую систему то есть засоряется засоряется соляется организм в том числе фактически система и проводить периодически чистка там весной и осенью есть другая жизнь когда вы периодически до следите просто за своим организмом более-менее правильно питаетесь физические нагрузки организовываете да и некоторые упражнения легкие делаете для лимфатических систем тогда никаких чисток не надо просто организм находится более-менее чистом состоянии вот который не требует никаких чисток я всегда за второй образ жизни потому что мы проповедуем помимо того что здоровый образ жизни вот правильно подход к этой жизни выполнение своей программы и естественно как говорят в здоровом теле здоровый дух да то есть дух это философское понятие еще раз прошу это запомнить и так нужно из своего рациона питания постепенно убирать те кто недавно присоединился к нашему каналу еще не знают что для качественной жизни требуется правильное питание правильное питание понятие растяжимое это выбирание естественно фастфуда из рациона питания всей продукции которую делает человек вот желательно все самому делать взять ингредиенты и приготовить из них когда вы идете в магазин там покупаете различные готовые готовую пищу готовое питание то там очень много химии очень много различных добавок которые сохраняют пищу на долгий срок и это очень плохо влияет на ваш организм когда у вас недостаточно знаний о питании вы не можете правильно построить свой рацион питания то есть вы не понимаете какие продукты надо есть иногда человек есть одно и то же то есть разные продукты но там содержится в почти одно и то же допустим когда человек там место на нас этом киеве там цитрус это везде витамин c да а нужно понимать да что когда избыток чего-либо то другие минералы и витамины не могут усваиваться потому что в организме все работает по принципу синергистов антагонисты сочет очень много приходит это блокирует другие компоненты которые не могут усвоиться нормально поэтому все должно быть в норме и не должно быть беспорядочного питания все в подряд себя бросать как бы все перемешивать для того чтобы лимфатическая система работала правильно естественно соблюдаем питание больше надо есть клетчатки причем клетчатка она должна потому что современный фастфуд не может дать вам клетчатки клетчатки не хватает дата капуста должна присутствовать в рационе питания бобовые должны присутствовать много нельзя животного белка есть там жирное мясо вот я уже много раз рассказывал как отказываться от такой пищи это все постепенно происходит не резкие отказы постепенно в течение нескольких лет больше растительной пищи включаете свой рацион питания уходят животной пищи вот если у кого-то по программе кто хочет обратиться на консультацию узнать какой тип питания подходит пожалуйста это можно сделать и будете знать сколько лет переходить и подходит ли вам животной пищи и таким образом сегодня в интернете очень много существует различных чисток очень много существует различной пищи но не всем она подходит даже качественная пища если очень много будете есть растительная пища одно и то же однообразный постоянно то есть такая штука как пищевая аллергия и когда человек ест однообразную пищу много клубники в сезон съел человек много цитрусовых съел захотелось да там то реально постепенно человека вырабатывается аллергией причем у тех людей которые поддерживают здоровый образ жизни от аллергии она не бывает там отек квинки там вот она вызывается очень так скудно и человек сразу не понимает что они аллергии там где-то пару прыщика вылезла на теле чешется в одном месте глаза могут не чесаться отеков никаких может не быть иногда сопли потекли человек не обратил внимание там что-то где-то зачесалась и причем даже может и прощением быть то есть такие первые признаки человек переел очень полезно красная пища это свекла там клюква черная смородина там красные яблоки очень полезны специи различные хрен черный перец кукурма имбирь корица чеснок но опять же это не надо переедать когда вы это переедите у вас будете передать у вас будет проблема может быть гастрит какой-то открыться кровотечение впоследствии то есть надо тоже не переедать не есть очень много острой пищи но она должна быть в рационное питание если организм позволяет у вас нет никаких проблем также должны быть продукты увлажнители так называемые очень полезны фатисе арбуза там огурцы цитрусов они тоже помогают питательный фатич систему морские водоросли очень полезно бурые водоросли они позволяют очистить лимфатич систему и многие чистки на основаны вот этих бурых водорослях очень полезно еще также зеленая пища там шпината различные листовая зелень чем темнее вот это листовая зелень тем она более полезна также очень полезно брокколи листья одуванчик и так далее все что растет под солнцем это очень полезно в теплицах а именно под солнцем различные ягоды земляника клубника черешня вишня какие-то северные ягоды что сейчас чаще появляется на рынках гранат меньше ешьте соли меньших сахара это все что придумал человек лучше такие вещи не стоит есть естественно помимо питания что мы убираем гадости какие-то из пищи и добавляю очень правильную растительную пищу если человек есть животную пищу то рыба с северных морей там омега-3 омега-3 очень важно линое масло не забывать о витамине d и так далее также очень помимо того что можно еще бесконечно перечислять что полезно вот по питанию вы должны не забывать что есть люди до у которых есть программе топ продуктов которые хорошо влияет на данный момент времени если вы кушать определенную пищу она и дает энергию очищает лучше организма другому человеку это не подходит и сколько бы он это не ел она просто будет менее полезно чем для другого человека это знание наше которому много раз уже говорили на канале помимо того что человек выбирает вредную пищу добавляет пищу полезную для лимфатической системы вы должны понимать что если человек курит да очень много это тоже влияет на стенки сосудов я как бывший челюстный лицо и хирург микрохирург могу сказать что когда мы делали операции под микроскопом человек который очень много курит и берешь пинцетом то расслаивается интима расслабиваться стенки сосудов то есть они буквально разрываются очень сложно зашить и многие хирурги американские свое время не брали таких пациентов на операции то есть первое противопоказание это курение все на свидание то есть человек который длительное время курит и много курит они очень плохие прогнозы человек который злоупотребляет алкоголем это понятно человек который много жирной животной пищи есть это тоже очень вредно человек который сидит много вот как я у меня работа сидячая то есть мне надо периодически вылезать от своей работы да и идти спортзал дабы есть у меня такая возможность все маленькие спорта лично мы сделал и хожу в него периодически ну не часто мы бывают что чаще хожу бывает что реже хожу надо ходить часто хотя бы там по полчаса в день либо по несколько раз в неделю по полтора два часа заниматься есть специальные про есть просто упражнения до которые на все виды мышц например да есть специальное упражнение но для тех кто вообще просто категорически не приемли там фитнес например йога есть специальное упражнение там например да там тараканчик упражнения ложитесь на какую-то поверхность на кровать руки-ноги поднимаете вверх на спине лежит и у так трясете и руки-ноги вверх поднятые несколько минут полтора две минуты с утра такие вещи очень делаешь взбодрить лимфатичную систему есть дыхательную сейчас показывать не буду в интернете они все есть есть дыхательные упражнения когда человек стоит и он как бы сокращает диафрагму то есть все вот эти мышцы они воздвигаются очень есть инструкторы которые это все показывают можно в интернете это найти как вы знаете кровь она приносит питательные вещества кислород питательные вещества лимфатическая система она забирает это все все шлаки токсины трупы вирусов паразитов различных из организма ей надо вывести и у лимфатической системы напоминаю нету сердца нету мотора который сжимает в отличие от сердца кровеносной системы ей у нее есть клапаны и они снизу вверх поднимают эту лимфу и все вот эти ваши движения они должны быть направлены с ног те же массажи когда делаю тоже специальным образом они делают определено снизу вверх есть очень много различных процедур который также помогают они скажем сжимают разжимают вакуумные различные системы вот когда ведете в клинику и там специальные методики по прогонке лимфы существуют когда вы начинаете гонять лимфу например у вас немножко засорен организм вы когда начинаете гонять лимфу естественно надо принимать активированный уголь например вот чтобы он в кишечнике адсорбировал вот эти вредные вещества энтеросгель есть солодкой специальные так сказать метод до очищения то есть берут на столе отвара сушеного корня солодки и стимулирует отток лимфы плюс энтеросгель выводит токсин из кишечника это очень важно понимать то есть допустим вот такая методика отвар из корня солодки принимать три раза в день вот непосредственно во время еды энтеросгель утром натощак за 30 45 минут до запланированного завтрака вот курс лечения занимает 7-10 дней опять же это вот для тех кто периодически делает чистки для тех кто постоянно будет следить за своим организмом переходи переходить на растительный тип питания делать перед упражнение это делать не нужно вот очень много различных методик интересных вот метод ольга бутакова я считаю нужно обязать таких авторов стимулировать которые пытаются людям помочь свои методики различные внедряю да когда ежедневное употребление в пищу бурых водорослей стоит принимать и к дополнению такой чистки отдавать предпочтение свежевыжатым соком из цитрусовых богатых на скорбинную кислоту это все в интернете есть как бы если нужно я могу скинуть как бы под видео рецепты вот есть еще рецепт тоже известны травяных сборов это когда одна чайная ложка берется из свежего указанных трав сушеного виде например да там это может быть отвар на основе полевого хвоща календула ромашки вот такие средства помимо того что они чаще являются мочегонным ускоряющий отток лимфы с 1 чайная ложка залить пол литра кипятка но все советуют кипяток я бы не советовал 50 60 градусов там максимум до чтобы не разрушать все полезные вещества помимо того что уже высушена часть веществ ушло еще плюс кипяток то еще часть веществ может полезных уйти и таким образом настаиваться там 15-30 минут и можно дать настояться до полного остывания просадить через марлю готовы раствор перед приемом пищи 10 дней можно использовать вот и возвращаясь к гимнастикам различным да то есть нужно просто чтобы было движение то есть вы посидели как я например работа сидячая там сделали там хотя бы несколько минут упражнения вот хотя бы просто как в советское время гимнастику там да там суставчики покрутили там да по приседали чуть расправились там да вот посмотрите упражнения как некоторые показывают с диафрагмой вот упражнение как я говорил уже тараканчик вот ходьба очень помогает когда вы будете постоянно ходить пешком вот например кто-то выходит и есть возможность проехать две остановки литрина тронвае на троллейбусе на автобусе взяли прошли с пешком лишний раз это тоже очень помогает когда идет отток до вот этих шлаков токсинов старайтесь удобную обувь выбирать чтобы это легче было сделать не знаю последнее время мне с удовольствием кайфу я мало хожу пешком там все машина машина потому что там где мы живем не очень развит общественный транспорт вот а так вообще если есть возможность просто пройти подумать когда человек просто выходит идет по улице неважно даже пусть воздух нечистый будет в центре города где-то вы находитесь все равно когда вы идете у вас более правильные мысли в голову приходит интуитивно какие-то вопросы можете решить по дороге подумать внутрь себя погрузиться сам по себе организм еще будет работать и плюс еще вы свои какие-то внутренние проблемы будете решать сконцентрируйтесь на чем-то либо просто расслабиться ни о чем не думать выбросим из просто пройтись посмотреть архитектуру города посмотреть там природу если вы где-то там деревне там живете ли близко там природе так далее вот помимо быстрая ходьба существует скандинавская ходьба ну по поводу бега это наверное все таки больше на ваше усмотрение вот все таки много бегать тоже не стоит вот но иногда можно если есть желание удовольствие вот я в детстве тоже было удовольствия в подростковом возрасте уже бегом занимался поэтому естественно есть самомассаж вот помимо того что есть сам массаж еще массаж профессиональный лимфодренажный когда вы специалисту ходите он знает как его правильно сделать когда он все это прогоняет местах скопления лимфатических узлов как вы знаете очищаются через лимфатические узлы лимфа поднимается и в лимфатических узлов в области шеи в кишечнике очень много лимфатических узлов в подколенной ямке очень много лимфатических узлов и вот в этих местах сильно надавливать нельзя массажистам то есть многие люди которые этим занимаются они знают это а некоторые не знаю если верить статистике то 200 300 врачей только понимать что лимфатическая система как она правильно описать как мало забытая система как бы дает поэтому мы про нее периодически будем говорить на канале вот и когда человек сам массирует вот область шеи область подмышек им там находится крупнейшее сплетение как я уже говорил вот можно механические массажеры использовать многие люди продают различные таким как баночки пластиковые да когда допустим растирается ноги например сбоку вот и это очень важно то есть так такими круговыми движениями снизу вверх то есть в интернете тоже многие это показывает как это дело специально продаются в некоторых местах вот есть люди которые только этим занимаются специалисты есть это очень важно для понимания когда у человека беременность не стоит заниматься когда человек есть инфекционные какие-то агенты в организме человек болеет воспалительными процессами не стоит заниматься такими вещами ты очень опасно становится когда у человека лишний вес надо работать над тем что сбросит лишний вес тоже еще важный момент очень сильно помогает контрастный душ баня сауна хамам таким момент особенно баня правильная до до 60 градусов когда нагревается на и человек когда там находится там открываются и потовые железы с ними уходит тоже дрянь различная вот более правильный фатис системы начинают работать свечка кстати еще есть упражнение вот можно сделать березка свечка когда вы стоите и ноги как подпираете себя стоите держитесь локтями на пол и вверх упражнение опять же вы должны понимать что если у человека очень опасно артериальное давление высоко то это плохо когда вниз переворачиваете голову и когда у человека много хронических опасных заболеваний да уже там тяжелый то есть опять же надо это все с врачом продумывать да либо вы к нам обращаетесь на консультацию мы смотрим через сущности либо вы обращаетесь другими традиционным врачам либо традиционным и люди вам уже это вот это побочное явление да там когда будете заниматься вылезет то 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 там вот потому что ну люди которые болеют они должны очень аккуратно относиться каким-то резким моментом жизни люди которые уже много-много лет ведут ну скажем нездоровый образ жизни сидячий образ жизни там тучность ожирения и так далее то есть очень аккуратно надо начинать что-то делать новое контрастный душ как я сказал да то есть процедура может занимать 3-4 минуты и не более также она увеличит концентрацию лимфоцитов крови то есть это очень такое приятная процедура вот так же и горячий холодный можно сочетать есть методика поиспользуемый пиявок да и герудотерапии так называемая вот эти тоже люди занимаются прикладывают именно крупным сосудом не к лимфатическим узлом а именно к сосудам и кроветром кроветворную функцию стимулирует и усиливает отток лимфы с научной точки зрения работать все это иначе так как при потере крови в первую очередь стимулирует синтез форменных элементов вот что в кровь попадает особый фермент это помогает избавиться от бляшек тромбов и липидных соединений герудотерапии многими она не подтверждается но я лично занимался герудотерапии как бы в свое время когда мы делаем микрохирургической операции пересаживали лоскут с одной части тела на другую и ставили пиявки вот в условиях больницы мышцы следственного института вот и результаты были хорошие не стопроцентно конечно но опять же все зависит от операции от тромбирования так далее помимо того что лимфатическая система данную нужно держать то естественно еще своеобразное питание должно быть до следить за сердечно-сосудистой системы следить за тромбоцитами что кровь не должна быть вязкая то есть кровь должна тоже разжижаться периодически и у некоторых людей есть проблемы с форменными моментами крови вообще проблема с со сворачиваемостью железом такие люди должны обследоваться и знать что у них происходит разные методы существуют вот листья ним а так называемый метод оверведа до завариваются или настаиваются 200 300 миллилитров воды до 1 чайная ложка свежих перетертых листьев ним а примать 250 миллилитров после каждого приема пищи детям 100 150 миллилитров принимается есть различные аптечные препараты настои солодки ему колтин средства на основе растительных сразу ускорения отхаркивания вот киосульфат натрия помогает организовать токсины как я уже говорил активированный уголь энтеросгель сорбен абсорбин это все можно купить в аптеках и использовать своих целях и задачах помимо того что вы ускоряете отток лимфы обязательно нужно собственно проводить в кишечнике с помощью вот этих препаратов которые я сейчас назвал и таким образом выводится быстрее вот это все из организма не накапливается в кишечнике и не возобновляется повторное всасывание то есть главное не допускать застоя лимфы следить стараться не переохлаждать организм это тоже очень плохо когда организм переохлаждается когда человек переохлаждается лимфа замедляет свой ток то есть когда чуть жарче она быстрее все эти процессы происходят долгое время нельзя избегать физических упражнений питаться надо разнообразно чтобы не было привыкания обязательно надо смотреть что вы кушаете это очень важно соблюдать до баланс белков жиров углеводов конечно человек который в этом еще не понимает ему нужно немножко теории набраться нельзя носить узкую одежду компрессионное белье высокие каблуки то есть это тоже нужно знать на самом деле чисток чисток очень очень много есть бады даже специальные которые для этого уже предусмотрены обязательно надо пить побольше чистой воды если кто-то болел корона вирусом то в этот период может быть обострение аллергических различных реакций вот и человеку самому по себе да уже побольше надо пить воды с энтероскель с полисорбом полисорб очень хорошая штука тоже вот не забывать делать массажи есть различные массажи в домашних условиях там на лице проводится массаж в области шеи поэтому есть крио процедуры даже холодные ванны души могут улучшить лимфоток виде процедуры выполняя в течение нескольких секунд за раз эффект длится годами но не знаю нас счет как бы длиться годами вот в санаториях есть такие процедуры если у кого есть возможность на пару раз в году ездить в санаторий на самом деле проводить процедуры как я сказал уже баня сауна очень хорошие штуки следить надо за простудами что если кто-то знает что не есть проблемы вот что он может простужаться часто либо какие-то жизненные уроки вот стараться более-менее правильно питаться поменять свой образ жизни следить за не гена полости рта потому что не чищные зубы но и только эстетически как бы данную вирусы бактерии различные попадают в организм не злоупотреблять кофе стресс меньше сделать так чтобы жизнь была пока подконтрольно вам то есть когда вы бесконтрольны у вас стрессы постоянно понятно что у каждого человека очень много стрессов сегодня тяжелая жизнь вызову различного вам как-то надо более философски перестраиваться каким-то сетну те знания которые мы на канале даем они очень помогают людям более правильно мыслить и смотреть на жизнь более позитивно и когда вы себя контролируете гораздо легче вам переносить все эти проблемы чистых на самом деле очень много но вы должны одно понять да как я всегда говорю есть просто чистки просто организма да вот есть люди просто живут живут свою жизнь расчистки несколько раз в году сокотерапии проводят голодание кто-то проводит хотя против голодания какие-то специальные диеты даже в религиях есть специальные и в исламе и христианстве посты поэтому это они не просто так придумано и таким образом человек который питается обычно да он должен чиститься периодически вот эти все чистки они очень должны быть контролируем они могут быть опасны если просто почиститься и не вывести из организма потом еще надо восполнить организм витаминами различными до правильное питание то есть это гораздо сложнее проконтролировать это лучше такие вещи делать со специалистом или с человеком который знает и второй как вот способ как я всегда говорю человек меняет свой образ жизни вот более правильно питается постепенно организм сам очищается делает упражнение больше ходьбы больше движений больше физкультуры вот и таким образом у человека лимфоток ускоряется масса тела теряется организм когда получает правильное питание клетчатку витамины минералы то он сам как саморегулирующая система восстанавливается вот для меня этот способ самый оптимальный вот подходит для большинства людей детей взрослых там с людьми с которые есть заболевания какие-то но опять же все это очень очень медленно чем больше чем более старый человек тем более болезненный человек тем медленнее это все нужно делать но бывают такие ситуации когда человеку нет времени до что там браково предраковое состояние что человек уже просто без сил без энергии конечно тогда это будет ускоряться вообще такие вещи нужно конечно обращаться на консультацию чтобы понять что нужно сделать и как это надо делать чтобы никаких побочных эффектов не было потому что многие люди они начитавшись в интернете чего-то либо пытаются себе экспериментировать оказывает человека совершенно другие болезни проблемы и резкая очистка она может усугубить ваше состояние которое связано с другими заболеваниями так далее больше времени на воздухе можно проводить воздух тоже позитивно чисто влияет на лимфатическую систему это очень важно для понимания потому что кислород он связан со всеми нашими клетками вот меньше травмируете свой организм травмы тоже очень плохо влияет на лимфатическую систему не прогревать лимфатические узлы стараться сильно не давить на них натуральную косметику можно выбирать тоже рекомендации есть такие вот сейчас я перечислил такие основные моменты я можно еще там пару лекций такие сделать да на самом деле вот но есть вещи которые только могут сущности вам точно сказать что для вас лучше подходит как это делать и так далее следите за следите за своим здоровьем смотрите наш канал вот развивайтесь вместе с нами пишите свои дополнения вот кто-то может какие-то курса проходил как он чувствовал себя может там скинуть под видео будет думать другим людям интересно пишите свои отзывы комментарии успехов всех благ и увидимся новых выпусках до свидания